Летом 92-го года президентом Азербайджана избран лидер Народного фронта Абульфас Эль-Чибей. Его патриотические лозунги «Война за Карабах до победного конца» очень импонировали народу. Это были новые силы, новые демократические силы. Пришли они с очень привлекательной программой освобождения Карабаха, приватизация, частная собственность, демократические свободы и так далее. То есть это все народ привлекло. За короткий срок новая власть Азербайджана умудрилась поссорить республику со всеми соседями по Каспийскому морю и даже с далеким Китаем. К ближайшему союзнику, Ирану, были заявлены территориальные претензии. Россию они называли империей зла, у которой руки по локоть в крови. Даже трудно себе представить, куда бы мы могли бы прийти или вообще пришли бы куда-нибудь. Скоро остановились заводы. Перестал ходить пригородный общественный транспорт. Начались перебои с хлебом. Очередь за ним занималась с ночи. Матери боялись выпускать своих окончивших школу сыновей на улицу. Уйдя погулять, они могли не вернуться домой. На улицах и в общественном транспорте открыто орудовали вооруженные бригады, которые отлавливали мальчишек и отправляли их совершенно не обученных на Карабахский фронт. Ильчебей любил цитировать высказывание азербайджанского демократа начала 20 века Хьябани. Древо свободы не станет плодоносить, пока не будет окроплено кровью патриотов. Вместе с романтиками революции к власти пришли преступники, которых интересовала только возможность обогащения. Ильчебей был безвольным человеком. Он абсолютно не контролировал ни ситуацию, ни должностных лиц, подчиненных ему. Он сам призывал своих сторонников воровать меньше, чем коммунистов. Азербайджан оказался на грани разделения на маленькие какие-то, как, не знаю, в 17 веке или в каком-то виноханство. То есть каждый разглашал себя чуть ли не президентом какого-то небольшого региона. Западного Азербайджана, Ленкаранская область, Талыш-Муганской. И они все, так сказать, вот каждый со своей вооруженной дружиной. ОМОН – это один силовой центр. Управление по борьбе с организованной преступностью – это другой вооруженный центр. Искендер Гамидов, министр МВД, со своими серыми волками – это третий центр. И все, и власть начали растаться. Алиев выдвигает два главных условия. Ему нужно время. И только после переговоров с мятежниками, узнав ситуацию, он может предлагать какие-то решения вопроса. И главное – все происходящее в парламенте должно транслироваться в прямом эфире. Ильчебей согласен. У него нет другого выхода. Эти дни вся страна не отходила от телевизоров. В парламенте паника, отставки, крики. А в это время Алиев, один, без армии и оружия, шел на переговоры с мятежниками. Опытный политик прекрасно понимает, чего хочет бывший директор шестобитной фабрики. Он хочет власти. И Алиев предлагает ему эту власть. Должность премьер-министра. Он понимал, что в тот момент Сурет Гусейнов был окружен не только орелом национального героя. За ним стояла часть армии. Чтобы преодолеть раскол в обществе, Алиев пошел на компромисс. Он дал Сурету шанс проявить себя как государственному деятелю. Но первым показал свою неспособность управлять ситуацией Ильчебей. У него просто не выдерживают нервы. Ночью он садится в президентский самолет и берет курс на Нахичевань. Он улетел в родное село Килики и оттуда намерен управлять государством. Ильчебей рассчитывает, что вернуться в Баку ему помогут западные державы. Народ разочарован. За два года это уже третий по счету глава государства, который в момент кризиса сбежал из президентского дворца. Новые президентские выборы назначены на 3 октября 1993 года. Вообще народ хотел правителя. Народ хотел своего национального лидера и спасителя. То есть вот это был глаз просто, кто же нас спасет. Весь свой опыт, все свои силы я отдам процветанию азербайджанского народа и Азербайджана. АПЛОДИСМЕНТЫ Трудно словами передать, что в тот момент чувствовал этот 70-летний человек, прошедший долгий путь от вершин советской власти через падение, забвение, крушение государственного строя, унижение, клевету, смертельные угрозы, снова к вершине власти уже в новом государстве. И эту власть ему доверил его народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok